Поездка в село Атыгай стала третьей, где Аян Бисекин провел регулярную встречу с населением в этом квартале. В селе, расположенном в 10 километрах от Экибастуза, проживает около 500 человек. На встречу, прошедшем в относительно новом формате вопрос-ответ, пришли порядка 50 человек. Двое моих сыновей имеют проблемы со здоровьем. Нам ежегодно выдают в виде помощи 5 тонн угля. Возможно ли за подвоз топлива платить только 50%? Прошу помощи в этом вопросе. В прошлом году уголь социально уязвимой категории населения выдавалась в объеме 3000 тонн. В этом году мы подняли до 3500 тонн. Подвоз топлива осуществляется на рыночной основе. Бадлан Янсиген озвучил волнующие не только его, но и других сельчан вопросы о корме для скота, топливе и трудоустройстве жителей села. Еще одна жительница Раушан-Доктор-Хан вот уже два месяца не может получить кредит в госкорпорации на дальнейшее развитие животноводства. Пришла на встречу за разъяснениями. Жасуланс адвокатов, руководитель отдела сельского хозяйства, пообещал детально разобраться в данном вопросе. Желающие свободно с места задавали вопросы, которые подготовили заблаговременно. Это вопросы оказания медицинской помощи, получения земельного участка, услуг сотовой связи, уборки мусора, снега, ремонта дорог и другие. В открытой встрече также приняли участие руководители самостоятельных отделов Акимата города. Ответы по компетенции были даны на месте. Остальная часть, требующая времени для решений, взята на контроль.